Всем привет! Доброе утро, добрый день, добрый вечер! Начинаю свой влог с того, что сейчас будем с вами красить брови вот такой вот красочкой студио вот как она выглядит это у нас краска с эффектом татуажа, я вам ее уже показывала хочу не сильно такие толстые сделать бровки, аккуратненькие, по своим прям провести и потом поедем с вами по магазинам покупать подарочек нашему папе к новому году и еще мне нужен коричневый карандаш или еще лучше коричневая подводка не могу дождаться заказа в инфоберлик потому что сделаю только 30 декабря и придет это все дело после нового года поэтому он мне прям вот необходим так, краску разводим я буду выдавливать пару сантиметров, наверное, да? красочки сюда тут в комплекте такой колпачок есть еще щеточка вот такая, но она мне не нравится я ее не пользуюсь, я окислитель вот так окислителя, наверное, капель 8 даже 10 у меня получилось, но хватит точно мы еще гриппуем, мы на больничном поэтому у нас каждый день это выходной мне нравится, если честно голос у меня такой все еще подсевший так, я зубочисткой размешиваю краску и зубочисткой буду ее наносить так удобнее мне так подсказала моя соседка она в салоне красоты работала много-много лет вот, и зубочисткой действительно очень удобно красить брови поехали все, девчонки, на мазюклу они уже чернеют вот такую форму ну, свою, как бы, по своим провела шире даже заступать не стала так, сейчас минут 5 похожу, наверное, с ними и пока пойду собираться и поедем 5 минут походила, думаю, хватит пора уже их стирать приготовила два модных модных мокрых ватных диска сейчас посмотрим сильно не хотела, потому что краска такая въедливая, жуть кожу окрашивает ничего да, как раз то, что я хотела вот этого эффекта хватит дней на 5 точно чтобы уже к бровям не лезть не рисовать упростить свой макияж убыстрить, скажем так ну вот, здорово результат классный сейчас их только гелем причесать и огонь брови наши готовы все, мы поехали сейчас поедем на заправочку потом карандашик мне искать или лайнер для глазок и искать папе нашему подарочек сегодня будем еще тортик вкусный пить она уже на тортик пить продукты мелочи, маши ну где ты, вылези вот она в общем, отправляемся, девчонки вот такой карандаш девчонки взяла от слайда он 0,6 оттеночек он мягенький такой механический интересный свет мне кажется, будет тушеваться хорошо стрелочка поехали дальше девчонки пока ездили по магазинам уже стемнело сейчас стоим на мойке бесконтактной папа наш будет мыть машину подарок без него купить не получилось он поехал с нами сейчас приедем домой расскажу вам и покажу все, что купили где были вот такая у нас моечка бесконтактная хотела вам показать погоду уже стемнело у нас сухо у нас зеленеют клумбы ой, сейчас нас обдадут пеной да мы с вами моемся у нас сухо у нас цветут цветы цветут клумбы я первый раз в жизни вижу такой декабрь, такую зиму такой погоды я не помню сегодня суббота какой у нас, 21-22 я уже в числа потерялась число до нового года 10 дней 9, да и вот такая стоит погода не снежинки сегодня было солнечно облачно почки на деревьях набухают нас замуровали пеной в машине котенок там на заднем плане смотрит ютуб куда же без ютуба вот девчонки у нас возле дома зеленая травка кругом цветет кругом цветет на клумбочках тоже цветочки зеленеют без подсветочки у нас уже темно приехали в магазинчик девчонки купила себе вот такой рюкзачок за 800 рублей классно, мне понравился здесь несколько кармашков внутри еще есть по бокам сзади намолнит у меня все мои рюкзаки чего-то подрастрепались такая штучка приблуда дешево, как говорится и сердит ну прикольный рюкзачок мне понравился так, дальше что тут у нас туалетная бумага понятное дело так, купила снуд так, ничего не вались все падает вот такой у меня как раз малиновая шапка но я шапки дико не люблю девчонки поэтому я люблю на голову надевать снуды вообще за копейки такой огромный хорошее качество 349 рублей вообще сейчас покажу так, девчонки я планирую носить снуд он невероятно огромный то есть он всю голову всю шею закрывает получается шапочка и шапочка да и шарфик то есть в тепле я на машине езжу практически всегда и шапки ну вообще в принципе терпеть не могу а так вот как-то вот вот так взяли вот такие чашки еще вообще за копейки за 99 рублей они нам немножко великоваты но на вырос падает за копеечки вообще ну куда без квищей без слаймов или что это у нас что-то типа тесто и что же мы купили папе так папе мы купили вот такие вот смарт-часики хотели выбирали смотрели по магазинчикам по разным ездили смотреть 499 рублей счастья у нас были аналогичные но похуже с алиэкспресс как-то там они а он их окунул они сломались здесь вроде как в них можно по-моему даже купаться было где-то был где-то значок да вот водичка что они в себя представляют обычные классические смарт-часы здесь по-моему на звонок не ответите на давление меряют сердцебиение меряют шагомер синхронизации с apple и android ну такие обычные классические и вообще за копилочки так где они тут у нас спрятались сегодня будем с вами девчонки готовить тортик купила продукты у меня есть коржи я сама с тестом не очень дружу поэтому покупала коржи так вот смотрите классические часики шагомер фокус 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 фокусируется на моем снуде ну в общем такие обычные классические часики здесь пленочка датчик этот для измерения давления тоже с пленкой он и зарядка наверное это просто юсб кабель я так подозреваю как нам его вскрыть да такой же коротенький вот они сюда вставляются и заряжаются вот такие часики так что еще а ну как бы это может и нет смысла показывать вот себе взяла тоже все по цвету у меня все малиновое бельишко обновочку тоже хорошая акция была облектик так ну что сейчас будем готовить с вами торт были в магните еще здесь у меня продукты для торта нам нужно будет для крема масло сливочное соленое пусть оно будет соленое было по акциям салфеточки по акции магните шоколад мы будем с вами готовить торт прага если помните такой классический у меня мама всегда праздником готовила мне захотелось именно такой так ванилин фольга у меня здесь тоже была по акции так ватные диски за копейки и сгущёнка нам нужна будет сгущёнка тоже для крема крем такой знаете классический самый калорийный самый жирный и еще сегодня с вами будем делать пиццу на основе слоеного бездрожжевого теста когда оно получается самое тоненькое самое вкусное так что если не пробовали обязательно посмотрите рецепт пиццы обалденный на пиццу у меня здесь оливочки с креветкой сыр так колбаса вот такая тоже с оливками телячья тоже по акции сейчас в магните еще один ванилин ну и там будем смотреть так приступаем к торту торт у нас с вами без выпекания самый простой у меня такие бисквитные коржи их здесь три штуки получается как раз мы будем делать что-то типа того что здесь на картинке да так сейчас будем немножко подтапливать хотя она уже мягенькое сливочное масло будем его миксером перемешивать вместе со сгущенкой так девчонки положила маслице кусочек сюда вылила всю сгущенку и сейчас миксером будем все это дело перемешивать до кремообразной текстуры так вот такая у нас масса получилась вот такой вот крем взбили сейчас будем промазывать коржи и растопим шоколадочку к крему добавляю еще одну пачку ванилина здесь у нас сколько полтора грамма достаточно мне кажется и отправляю в микроволновку шоколадку топиться к шоколаду в микроволновке добавили молока потому что если этого не сделать то у нас просто начинает гореть шоколад и начинаем с вами я взяла такое блюдо выкладывать коржи такие хрупкие даже у меня один уже треснул слегка так как раз нам блюдо подходит и будем смазывать смазывать их кремом так у меня есть кисточка вот такая мне кажется хотя наверное лопаточкой даже удобнее будет делать так промазали второй слой кладем последний третий корж вот так наверное да и сейчас будем все это дело вот как сбоку выглядит поливать шоколадом шоколад растопился неблагодарно это дело в микроволновке шоколад топить и сейчас он вообще топился так плохо вот как это жуть выглядит сейчас будем размазывать ее по нашему тортику так лопаточкой я думаю тоже делать будет гораздо удобнее мне кажется орехи что ли здесь я не пойму какие-то у меня куски все равно остались да орехи ладно пусть будет с орехами пусть будет так так и начинаем размазывать шоколад по бокам тоже все промазала тортик со всех сторон по бокам вот в таком виде он у нас отправляется в холодильник на ну часа два наверно точно наш тортик постоял сейчас будем разрезать и смотреть что у нас получилось вот такая красота девчонки коржи все пропитались и вкуснота тоже нереальная сейчас будем пиццу делать девчонки пока у нас тесто размораживается естественным путем оно смотрите что из себя представляет вот такие два пласта этого хватит на две пиццы больших вполне пока не пускай у нас размораживается мы будем с вами резать колбаску оливки тереть сыр делать соус ну посмотрим сейчас в процессе так девчонки очистила колбасу сейчас будем ее с вами нарезать слили с оливок в воду и будем нарезать с вами оливочки оливки порезаны сложил их стаканчик такими колечками еще хочу девчонки ананасы добавить в одну спиц дочь сказал что с ананасами есть не будет но я хочу себе вот такие вот долечки ананасика так пролила немножко мне кажется парочку прям вот для аромата ананасиков тоже немножко порезала кубиками теперь будем натирать с вами сыр сыр будем натирать на крупной терке или сыр из расчета на две пиццы и сейчас будем делать с вами соус соусом я смазываю основу основу для пиццы соус называется китчунец для этого я беру майонез и кетчуп и смешиваю их в тарелочке и потом кистью будем смазывать тесто а после этого уже выкладывать на тесто остальные остальные наши с вами ингредиенты вот так и перемешиваем все это дело вот такой у нас с вами будет соус я жутко не люблю мыть формы поэтому я беру фольгу оборачиваю форму или противень смазываем растительным маслом и растягиваем на ней тесто потом эту всю фольгу просто соберем и выкинем а форма у нас останется чистая так берем наше тесто сейчас покажу как это делается я руками прям его вот так растягиваю во все стороны чтобы оно было тоненькое тоненькое растягиваем так можно завершить это все дело на противне потому что она у нас на форме масляная тесто будет хорошо тянуться так у нас тут дыры получились правда но это не страшно так вот таким образом все тесто защипываю растягиваем вот так 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 не надо нам дыр дыр нам не надо так вот так масляное уже не защипывается теперь мы будем смазывать это дело соусом кисточкой тоже вот так все поверхность можно делать какой вам нравится абсолютно но я делаю то есть целью чтобы как бы пицца была посочнее все немножко сыра посыпаем на основу слегка прям совсем чтобы он на этом соусе потом запекся и добавляем наши ингредиенты так колбаса выкладываем оливки в хаотичном порядке так эта пицца у нас маленькая я буду делать ее с ананасиками я люблю сочетание соленого и сладкого так ананасы тут как бы на что ваша фантазия гораздо лук любите с луком сделайте лук салатный красный любите с огурцами солеными пожалуйста морепродукты все что угодно здесь самая фишка это основа которая будет очень тонкая и вкусная так и посыпаем все это дело сыром вот такая красотень что-то сыра я мало натерла надо еще будет на 2 пицца явно не хватит вот девчонки все первая пицца сейчас пойдет готовиться вот так она выглядит вторая пицца по тому же принципу только теперь она у меня на противне растянули тесто помазали соусом добавили все необходимые ингредиенты вот так выглядит готовая пицца смотрите какая тонкая сейчас отрежу кусочек покажу девчонки смотрите какое тонкое тесто вот такая красота всем очень рекомендую готовить вот именно на таком тесте бездрожжевом слоеном на этой аппетитной ноте буду заканчивать свой влог спасибо что были со мной надеюсь вам понравилось желаю всем предновогоднего отличного настроения заряжайтесь позитивными эмоциями но я с вами прощаюсь до следующих видео пока пока господь дошло дошло